University of Warwick это крупный британский университет, расположенный на окраине города Ковентри на севере Англии. Основан он был в 1965 году и известен своим многонациональным сообществом и высоким уровнем трудоустройства выпускников. В Уорикском университете учились даже Нобелевские лауреаты. Во время своей экскурсии по вузу я совершенно случайно встретил студента из Азербайджана, с которым и хотел бы вас сегодня познакомить. Так, и на этот раз я тоже совершенно случайно, это абсолютно не запланированная встреча, познакомился с Раулем из Азербайджана, из Баку, тоже студент этого замечательного рейтингового университета University of Warwick. И сейчас Рауль расскажет, на кого он учится. Внимание! Можно на английском? Название курса, но потом переходим на русский. Могу и на русском. Хорошо, на русском. Всем привет, я Рауль Мамедов, ученик второго года в университете Уорик, бакалавр. В университете я прохожу философию, политику и экономику. Круто. Философию, политику и экономику. Это же очень демандный курс, вот, in terms of English, правильно? Да. То есть очень много у вас курсовых работ приходится писать. Да. И с каким Айлтсом, Рауль, ты поступал? Я поступал по программе международного бакалавриата, International Baccalaureate Program. Наверное, заканчивал школу здесь или в Баку? Я заканчивал школу в Баку, я получал образование в школе на английском языке и поступал через международный бакалавриат. Вот оно что. То есть International Baccalaureate Program, который является эквивалентом английского A-level. Да, совершенно верно. А если вы спрашиваете про Айлтс, я его тоже сдавал, но он мне как таковой не понадобился для поступления, но я его сдал на 8. На 8, вау, крутяк. Чтобы вы знали, для поступления на бакалавр обычно достаточно 5,5-6 баллов, у Рауля целых 8. Окей. Поступление через программу IB International Baccalaureate, конечно, не единственный способ поступить в Warwick University или другой британский вуз. Можно также закончить классическую английскую школьную программу A-Level. Или если будущий студент закончил обычную постсоветскую школу, то путь по учению высшего образования в Великобритании лежит через прохождение подготовительных программ Foundation или International Year One. Все эти программы заслуживают отдельного выпуска. А еще лучше будет поговорить о них лично во время вашей бесплатной консультации, чтобы понять и подобрать то, что подойдет именно вам. Ссылки того, как можно связаться с нами в компании Моряде, вы найдете в описании к этому видео. Кстати, там же в описании будут ссылки на другие видео, посвященные университету Warwick. Видео обзор университета, интервью со студентом магистратуры Даулетом, экскурсия по кампусу, спортивное оснащение вуза и так далее. Вообще, почему Warwick? Why? Why? Потому что комьюнити здесь очень международный. Правда, да. Есть азербайджанская азербайджанская? Азербайджанская нету, но есть ребята азербайджанские, их немного, но наши ребята работают, также я включительно работаю над созданием комьюнити, здесь сообщество в университете. Ну, как такового его нет здесь, так как малочисленное количество учеников, которые пришли сюда из Азербайджана, он с каждым годом продолжает расти, поэтому мы достаточно активистично настроены на создание society в университете. Это посвящено в стране, Азербайджану и как таковой культуре, ценностям и вообще об истории Азербайджана. Конечно. Вот азербайджанцы, если вы сейчас смотрите это видео, обязательно лайкните его. Если Рауль сейчас любезно согласится, после просмотра мы с ним переговорим, оставить свои контакты. Еще же год здесь, как минимум, может быть, на магистратуру останешься, да? Возможно, да, возможно, конечно. Я пока работаю над бакалавриатурой, пока что у меня второй год программы, впереди еще третий год, я только заканчиваю второй, еще апрель месяц. Но посмотрим, как все сложится, надеюсь, все будет хорошо. То есть, если ты здесь останешься и приедут твои земляки, шефства можешь взять? Не обязательно азербайджанцы, ну, из бывших стран Содружества. Да. Мои земляки, казахи, к примеру, тоже. Да, я знаю ребят, вообще без Союза независимых, просто просто есть. Много ребят, да? Учатся, я знаю казахстанцев лично, я знаю вообще других ребят из другого, из посоветского пространства, есть много ребят. Просто я русскому языку, ну, учился как иностранный язык, но в азербайджане главный язык это азербайджанский. И я понимаю, Рауль, ты, я тебе должен похвалить, потому что твое поколение азербайджанцы, они говорят на русском очень плохо, если вообще говорят. У тебя великолепный русский язык. Спасибо большое. Молодец. Это инициатива твоих родителей? Это моя инициатива, я люблю изучать иностранные языки, я также говорю на немецком языке, на испанском языке, на турецком языке. Вот это да. Это моя страсть к изучению иностранных языков, наверное. Твои мама и папа, наверное, очень гордые родители. Ага, proud parents. Мама и папа, если тоже смотрите это видео, вы просто обязаны поставить лайк. Пока азербайджанское сообщество только планируется к созданию, множество других национальных сообществ уже активно функционируют в инвестии в Уорик. Совсем не обязательно присоединяться к сообществу своей родины. Обучение в университете Уорика – это время расширения горизонтов и развитие себя не только как специалиста в выбранной сфере, но и в самых разных жизненных аспектах. Поэтому я всегда рекомендую своим клиентам использовать все возможности, которые предоставляют университеты в Англии. Подробно и об этой теме можем также поговорить с вами во время вашей бесплатной консультации. Окей, so this is like a… это главная площадь университета? Это пьяца, да. Пьяца называется? Пьяца называется. П-I-A-Z-Z-A. Пьяца. И что здесь мы имеем? Здесь мы имеем кафе, там церазбар там. То есть здесь тусня студенческая происходит? Здесь, это арт-центр, кстати, наш новый построенный арт-центр. Здесь проходят концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Отлично. Да, и это студенческое общество, то есть студенческое образование, которое курирует вообще все вопросы, связанные с голосованием студентов по каким-то поправкам, например. Профсоюз, ты ведь? Как профсоюз? Профсоюз. Студенческий союз. Да, не профессиональный, а студенческий союз. Студенческий союз. Площадь пьяца – это лишь малая часть территории инвестия Флорик. Вуз занимает 290 гектаров. На нем расположились учебные центры, бизнес-школы, юридическая и медицинская школы, свеже отреставрированный арт-центр, центр киберспорта, библиотека, деревни с общежитиями для студентов и просто высококлассный спортивно-оздоровительный центр. Есть знаковые достопримечательности, например, белый куан – скульптура современного искусства Лилиан Лейн, установленная у главного входа в арт-центр Уорик-Юнверсити. Кстати, специально для вас мы сняли экскурсию 360 по кампусу университета Уорика. Ссылка на него также будет в описании. Скажи мне, студенческая жизнь бурная? Я бы сказал да. Все-таки это же не только учеба, это не только лекции. Это не только учеба, это не только лекции, это также связи, это также общение с людьми, приходящие из разных культур, разных сообществ, расширениями кругозора, так сказать, прямо зрения. И поэтому здесь много определяется не только образованием per se, но и определяется тем, как ты заканчиваешь этот университет, с каким нетворком связи-то выходит. Багажом. С каким багажом связи выходит из университета, с каким необразовательным больше багажом, а вот именно социальным багажом каким выходит. Всестороннее развитие, оно должно быть. И ты сам состоишь в каком-нибудь сообществе или нет? Да, я интересуюсь вообще, например, ораторством. Дебатами. Дебатами, да, ораторством, дебатами. Я в своей стране в 2019 году пошел в десятку самых сильных ораторов. А я чувствую, я общаюсь с тобой, я это чувствую. Я просто профориентация молодых людей, проведение собеседований, это тоже областные специализации. И чувствуется, что у тебя есть вот эта жилка, этот навык. Да, это часть мой интерес. Ребята играют в футбол, например, иногда я интересуюсь в футбол. Люблю настольный теннис, люблю играть в разных видах спорта. Люблю слушать музыку. Но здесь сообщество на любой вкус и цвет. Можно найти что угодно. Больше, по-моему, 250 сообществ. 270, я слышал. 270 даже вот не точно. И что интересно, то что если чего-то нет, ты можешь открыть. Да, конечно, можно открыть. Той глав достаточно, чтобы была хорошая идея. Хорошая идея. Ее нужно защитить будет? Ее нужно будет защитить, ее нужно будет привыкнести финансовые как бы... Аспекты. Аспекты, как будет создать и поддерживать, и так далее. Это, например, есть ребята, которые это организовывают с посольствами. Например, своими пользованиями, например. Есть даже такие предпринимации с пришлами. Ну, а так вот, ребята, на любой вкус и цвет можно найти у нас в сообществе в университете. Абсолютно кого, что интересует, не важно, спорт, кино, бандурные мероприятия, какие-то экстракеры, другие активы. То есть можно на... на любой интерес можно что-то для себя найти. Развивать свою речь, конечно, можно не только в клубе дебатов, учаясь в University of Warwick, но и, например, в Speaking Club. Одновременно практикуя знания на немецком, итальянском, португальском, испанском и других языках. В Warwickском университете также есть русский разговорный клуб. Вы можете посещать и его, помогая другим в изучении языка. Добро. Добро. Пожаловать. Пожаловать в нашу... в нашу школу. Школу. You just said welcome to our school. А живете где у? Я живу... У вас четыре деревни, я слышал. Четыре деревни по университете. Такие студенческие, как бы, у изданчика. В университете студенты, которые являются... Которые наводят в первом курсе, которые... Которые у них первый год на университете, они остаются на кампусе. А студенты, которые уже последующих годов, например, второй, третий курсники, вот они остаются вне кампуса. Есть города, например, Лембингтон, где... Предпочитает оставаться молодежь. Примерно 20 минут отсюда, да? Примерно, да, 20 минут на автобусе отсюда. Есть в Ковентре, который тоже примерно 20 минут. То есть вы уже приватно сами снимаете что-то в аренду себе? Да. Ага. Это уже на час на... А это считается вообще экономный вариант, да? Да, я бы даже сказал, что ребята, например, там, в финансовом состоянии, они даже... Можно найти дома, которые дешевле, чем в какой-то в университете. Но ты вот сам первый год в общаге жил, да? Да. Примерно стоимость 85-150 фунтов недели, я слышал, да? Да, есть на любой, то есть на любой финансовый кетеринг есть, там, accommodation, можно найти себе, есть которые с частными ваннами, есть которые с общими ваннами комнатами. То есть на усмотрение и на бюджет. На любой бюджет. Можно найти. Как уже упоминалось, в Investor foric есть 4 студенческие деревни. И не только первокурсники могут проживать в общежитиях при возе. Здесь есть и проживание для студентов магистратуры, для семейных пар. Количество таких квартир, конечно, ограничено. Поэтому рекомендую студентам постдипломного образования заранее планировать свое размещение в University of Warwick. Ну, не жалеешь то, что выбрал Warwick? Нет, я очень рад. Потому что, вот, ты знаешь, большинство русскоговорящих студентов стремятся попасть в Лондон, там, например. Спрашивается, почему столько замечательных университетов, да? Вот в северную сторону Англии. Ливерпуль тот же самый, Манчестер, Даррен. Во многом поступление в какой-либо вуз в Великобритании, и вообще какой предпочтительный, зависит больше от того, по какому профилю человек хочет получить образование. Так как, например, есть некоторые университеты, которые сильны в общем рейтинге, но не так сильны, например, когда есть усмотрение по профилю. Да. Есть даже такое. И поэтому приходит делать выбор, основываясь больше всего на выбор именно тот, который дает большую пользу от профиля, на который ты идешь, а не на общий рейтинг. Цели, которые ты преследуешь, потом трудоустройство, карьерный центр, безопасность, потом связи университета с какими-то игроками в индустрии. Да. Который тебе интересный, правильно же? Да, играет большую роль, конечно. Очень большой роль. Потому что Оксфорд, Кембридж, ну это исследовательские университеты в основном. У них не такой прям высокий рейтинг по трудоустройству. Поэтому это... По трудоустройству в Ворвик очень силен. Очень силен, да. Очень силен. Вообще топ-100 компаний в Британии, они вот часто называют имя нашего университета, как один из предпочтительных, откуда они берут своих, как бы, обобранцев. Да. И вот университет достаточно сильно плавает трудоустройство. У университета есть карьерный центр, который помогает студентам, которые учатся в университете, с их первыми шагами в карьеру. Так за какие особенности абитуренты отдают предпочтение именно инвестиу Фори? Как уже было сказано, это отличное трудоустройство выпускников, ведь в университет поступает не только за знанием и опытом, но и чтобы в дальнейшем развиваться в выбранной сфере и стать квалифицированным и востребованным специалистом. Также это, конечно, сильные направления Уорика – бизнес, исполнительское искусство, статистика, математика, английский, экономика, философия, история, современные языки, финансы и другие. Все они отмечены в предметном рейтинге университета Великобритании QS ТОП-100 специальностей. Например, как писать свой личный CV, QRQ МВТ, как писать мотивационные письма на поступление, на работу, можно пообщаться с консультантами в карьерном офисе нашего университета, которые могут дать тот или иной совет по поводу как берегать задачу. Например, для тех, кто хочет найти стажировку, для тех, кто хочет уже поступить не на стажировку, а уже на полную штатную работу. Ну и партайм тоже есть. И партайм тоже есть. Да, конечно, университета есть сама программа, Work Internship Program. И это как бы интершип, который предлагается от университета, не от частных компаний, а именно от самого университета. То есть там тоже можно получить стажировку. То есть достаточно широкая сеть поддержки, как таковая, находится в университете, и она, я думаю, достаточно сильно помогает для тех, кто переживает, вот как будет мой транзишен из университетской жизни в рабочую жизнь. Конечно. Возрослую, самостоятельную, ответственную жизнь. Да, и в этом смысле университет оказывает поддержку и призывает университет пользоваться часто этими сервисами, так как они входят в стоимость оплаты обучения, как таковое. Да, поэтому всех призывают, давайте, ребята, пользуйтесь полезным, так как порой трудно одному самому как-то вот... Найти себя. Найти себя и начать вот этот... Свой путь, да. Свой путь начать и сделать первые шаги в этом направлении. Но поддержка, вот эта сетевая поддержка университетов, карьерные центры, она, я думаю, достаточно сильно помогает, сформировать сбалансированную личность. И сбалансированную личность, я имею в виду не только, которая занимается своим образованием, именно что теоретическим аспектом университета. Не только академия, да? Но и не только академия, как вы сказали, но и реальную жизнь, реальный сектор, работу. Конечно, Ворик-юнверситет заботится о своих иностранных студентах и помогает подбирать работу в соответствии законодательством Великобритании, выбирая лучший вариант. Кстати, доступны вакансии и в студенческом сообществе. Student Union предлагает широкий спектр вакансий, которые подходят студентам, ищущим случайную работу. Имеет множество постоянных вакансий с конкурентоспособными ставками, заработной платы и гибкими возможностями работают. Рауль, я очень рад нашему знакомству. Я чувствую, что ты будущий такой дипломат, даже твой body language, как ты себя ведешь. У тебя все получится. Я даже не сомневаюсь. И если Рауль сейчас даст свои контакты, инстаграм, если кто-то с Раулем захочет познакомиться, познакомим. Напоминаю ссылки для того, чтобы связаться с нами в компании Мариадзе, получить свою бесплатную консультацию и контакты Рауля будут в описании под этим видео. Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Субтитры сделал DimaTorzok